Положая руку на сердце, мы можем сами себе сказать, что мы говорим как здоровые, да? Но если приглядеться к этому делу, здоровых-то не очень много. Каждый из вас видел этих здоровых или нет? В этом еще вопрос. Ну это 2-3 человека из 10. Не знаю, приходилось вам лично встречаться или нет. За мою долгую работу в медицине практически здоровых я не видел. Есть такая шутка медицинская, что здоровых людей не бывает, бывает недообследованное. Обследуй всех и найдешь что-нибудь. Почему это так? Потому что человеку тяжело жить в современном мире, его подсоединяются остальные стрессы, всевозможные отрицательные воздействия. Реализ сигнализирует нам, но мы в силу тех причин, в частности личных причин, эту тревогу не бьем, сваливаем все на солнечные вспышки, перемена погоды. Ну, вплоть до того, что уж съел что-нибудь. Приходят болезни, которые празднуют победу нашим организмам. И мы в итоге находимся там, где находимся. Здоровье и жизнь – личное богатство. Как распорядиться им человек? Зависит лишь от его желания, знаний и умений. Здоровье приобретаем вместе с жизнью, как необходимую принадлежность. И не думаем они, пока не потеряем. Большинство людей уверены, что о здоровье должны заботиться все, кроме них. По крайней мере, медицинские работники, государственная система здравоохранения. Реалии жизни показывают, что такая позиция, по крайней мере, наивная. Ни один врач не может сделать человека здоровым, предупредить заболевание, если сам человек не принимает в этом активного участия. Об этом говорил еще Сократ, великий философ, такими словами. Если человек сам следит за своим здоровьем, то тяжело найти врача, который бы знал лучший способ для здоровья, чем сам человек. Эксперты в семи минуты здравоохранения считают, что индивидуальный образ жизни влияет на формирование здоровья в 50%. Наследственность определяет 20%, условия внешней среды также 20%, а работа медиков только 10%. Давайте задуматься, что мы можем изменить. Условия внешней среды, вот лично мы, наверное, не изменим. Поверяем на работу медицинских работников, ну это тоже наивно. Изменим систему здравоохранения, вот сейчас слабим, тоже этого не будет. На что мы можем повлиять лично мы? Конечно, на нас образ жизни. Именно образ жизни определяет половину здоровья, определяет активное долголетие и качество жизни. Что мы вкладываем в понятие, вот этот идеальный образ жизни, который мы ведем. Какая физкультура, гармония в семейных отношениях, психологический климат на работе, масса других компонентов. Но на 80% определяется все питание. Где мне говорили? Человек есть то, что он ест. И были трижды правы. Для того, чтобы вести здоровый образ жизни и правильно питаться, надо вести полноценное, разнообразное, умеленное и сбалансированное питание. Которое полностью обеспечит человека всеми необходимыми питательными веществами, так называемыми нутриентами, витаминами, аминокислотами, минералами и другими веществами. Презентация. Которое должно находиться на столе. Их достаточно много, позвольте их не перечислять, они нам всем известны. Но смысл стоит в том, что современный человек не может себе позволить такую роскошь, иметь каждый день на каждый прием пищи представители этих семейных продуктов на своем столе. Это нереально. В этой связи я хотел бы вам напомнить некоторые фильмы, особенно снятые по Теодору Драйзеру, где показывают очень богатых людей, миллионеров, сидящих за огромным длинным столом. И слуги им приносят массу перемен на блюд. Ставится впечатление, что это капризные ребята, обзоры, ничего подобного. Приносится очень небольшое количество пищи, но пища разнообразная. Именно таким образом они думают о своем сбалансированном питании, конечно, через своих консультантов. Можем ли так напитаться? Давайте каждый сервис зададим вопрос и по всей видимости получим не совсем радующий нас ответ. Самая большая беда нашей современной цивилизации – уход от традиционного питания. От того, чем питались наши предки и достаточно получали веществ. Мы питаемся полуфабрикатами. Мы принимаем в пищу продукты, рафинированные, очищенные и так далее. Парадокс состоит в том, что современная пищевая промышленность прилагает максимум усилий для того, чтобы в организм человека попал минимум питательных веществ. Что мы в итоге имеем? Это глобальная эпидемия атеросклероза и гипертонической болезни. Мы имеем ожирение, сахарный диабет, заболевания мочеводящего пищеварительного тракта, суставов, скелета, иммунодефицитное состояние и ряд других заболеваний. Это болезни цивилизации, надо с этим согласиться, потому что человек, ведущий такой образ жизни, не может быть практически здоровым. Таким образом сложилась ситуация, что без дополнительного приема каких-то нехватывающих нам питательных веществ, так называемых нутриентов, человек не может быть здоровым. И в этих условиях будут всегда сопровождать, не способны защитные силы организма, которые стоят в неблагоприятном воздействии окружающей среде, что резко повышает риск развития многих заболеваний и, как следствие, снижение качества и продолжительности жизни. Ну, из этой мрачной ситуации есть выход. И он уже предложен. Компании, которая... Предлагает нам уникальные продукты, по сути, представляющиеся концентрированное питание. С рядом биологических эффектов, очень и очень активно. Так вот, компания Life Farm Global Предлагая продукты, которые имеют мультипликативный, множественный эффект. И те, кто примет решение принимать эти продукты, сделают правильный выбор. Какие же это продукты? Это ламинин и омега плюс. Я о них сегодня с вами вам доведу информацию. Может быть, в нескольких сокращенном варианте. Может быть, а с вещью постараюсь осветить те аспекты, которые не всегда бывают понятны потребителям. Именно вот этот мультипликативный эффект приводит к позитивным изменениям в организме человека и приводит к очень хорошим, иногда парадоксальным эффектам. Итак, ламинин. Препарат довольно просто устроен. Но в этой простите заложены колоссальные биологические эффекты. Немного истории об этом препарате. Он многим известен. Известна эта история. Но еще история начинается с 29-го года, когда канадский врач Джон Дэвидсон обнаружил в 9-дневном курином эмбрионе на высшую концентрацию биологически активных веществ, обеспечивающих старт развития эмбриона. Интересный факт. Когда появляется чайничный зародыш из двух всего клеточек, сперматозой или яйцеклетки, его вес составляет 1 на 10 в минус 19 степени. Это очень маленькая величина. И за 9 месяцев вес ребенка от зародыша до новорожденного увеличивается всего на все в 35 миллиардов раз. Точно так же и в курином эмбрионе. Существует ряд биологически активных веществ, которые дают быстрый старт, быстрый рост этому организму. Причем рост правильного эмбриона без повреждений каких-то. То есть существуют дирижеры в виде биологически активных веществ, которые дают команду, когда, кому и в каком виде, на каком этапе появится. Неудивительно, что у многих народов мира символом в жизни является яйцо. И, думаю, это тоже не случайно. Итак, в состав ламинина входит запатентованная смесь от экстракта 9-дневного зародыша цыпленка, протеины из морепродуктов, протеины из бобовых, а также источники кремния и магния в виде диоксида и стеората. В чем же физиологическое действие компонентов этих препаратов? Начнем с экстракта 9-дневного куриного яйца. Именно этот экстракт обладает колоссальным эффектом колоссальным эффектом, неся молекулу фактор роста фибробластов, способную активизировать их активность. Ну, закономерно возникает вопрос, что такое фибробласт? Если вы откроете любое учебное по гистологии, это наука о строении клеток нашего организма, то увидите, что фибробласт это клетка, которая способна продуцировать межклеточные вещества, в том числе и ламинин, белок, соединяющийся в ткани и в клетке всех тканей, и затем в органы. Обратите внимание на то, что фибробласты присутствуют во всех тканях нашего организма. И следом, фактор роста фибробластов будет активизировать деятельность всех фибробластов, всего организма. Фактор роста фибробластов это группа белков, так называемые семейства факторов роста. Они участвуют в росте и развитии сосудов, существующей сосудистой сети, заживлении ран и развитии плода, стимулируют рост внутренней выстилки сосудов, так называемые эндотелия, обеспечивают эндокринную сигнализацию, то есть химическую связь с помощью молекул между железной внутренней секрецией. Ну, пример, чутовидная железа, гипофисна, почечники, поджелудочная железа, и т.д. и т.п. Кстати, современная эндокринология жировую ткань рассматривает тоже как эндокринный орган. Причем действуют на ткани, находящиеся на большом расстоянии друг от друга. Вот кишечная, печеночная, почечная, жировая, костная и т.д. Именно факторы роста фибробластов играют очень важную роль в так называемой пролиферации и дифференциации клетки. Позвольте я вот эти два термина объясню. Пролиферация – это разрастание, разрастание, то есть удвоение, размножение клеток, и дифференциация – это созревание клетки. Возьмем ритроцит крови – это зрелая клетка, предшественником ритроцита является ритикулоцит, предшественником ритикулоциты является более молодая клетка и т.д. вплоть до стволовой. Это тоже делает фактор роста фибробласта. Дифференциация – очень важный процесс. Также они имеют регуляторное, структурное действие. По-другому, фактор роста фибробласта называют иногда плюрипатентный фактор роста, то есть с множественной потенцией, с множественными возможностями. Действительно, это так, на разные ткани, на разные типы клеток, это множественное, плюрипатентное, мультипликативное действие. В жизни каждой клетки в органе человека, к сожалению, ограничена. Клетка стареет, ее функции затихают. Достаточно сказать, клетки кожи мы теряем практически за месяц, полностью обновляем кожу. Случиваются, мы пошли искупались под душем, в ванной, проснулись, они оказались на простыне и так далее, потерли руки, стерли. То есть пройдет постоянное обновление клеток. В зависимости от образа жизни человека, с различной скоростью, очередностью и комбинациями, идет нарушение работы клеток различных органов, что и проявляется в появлении болезней и процесса старения. Почему я говорю с очередной скоростью, комбинацией и очередностью? Потому что я еще раз хочу напомнить, какой образ жизни ведет человек. Все вы видели людей, которые злоупотребляют алкоголь. Видите, в каком они люди находятся, в каком состоянии. Они выбрали такой путь. Токсическое воздействие на практически все ткани и клетки органа организма приводит действительно к преждевременному состоянию. Так вот, в зависимости от воздействия на наш организм, это будет происходить. Что возникает в организме? В организме возникает дисбаланс веществ. И, естественно, как следят за дисбалансом веществ, дисгармония функции. Если функции были все согласованы, здесь, что называется, кто в лес, кто подорова. Дисгармония функции. Великий биохимик современности, лауреат Нобелевской премии, Лайнус Пуллинг, так описывает здоровье с точки зрения биохимик, с точки зрения молекулы. Здоровье – это когда в нужное время, в нужном количестве, в нужном месте и в нужной концентрации находится необходимый в данный момент вещество. И здесь ничего не скажешь, ни о чем не поспоришь. Входящие в состав ламинина, аминокислоты, витамины, минералы совместно с фактором роста фибробласта в общем-то удовлетворяют требованиям этого определения. И именно в нужном месте, в нужное время, в нужной концентрации будут доставляться необходимые вещества и факт роста фибробластов будет активизировать клетки, которые способны их утилизировать съесть, попитаться ими, включить их в свой метаболизм и получить определенный эффект. Обменные процессы питания всех 7 миллиардов клеток, которые мы состоим, нашего организма, проходят через межклеточное пространство, на обновлении и активизации которого и направлено действие фактора фибробластов. Это одно из действий. Он вырабатывает межклеточные вещества. Именно в этом межклеточном веществе, в тканях, проходят сосуды, кровеносные и лимфатические, которые несут артериальную кровь, удаляют венозную кровь, обеспечивают отток венозной крови, лимфы. Мы уже говорили, что активизируют рост выстрелки сосудов, то есть оздоравливают сосуды. И вот те результаты, которые мы сейчас имеем, довольно за короткое время применения препарата, продукта в группе, в населении, говорят действительно, что это так. Фактор роста фиброблата присутствует у человека в достаточно физиологической концентрации только в период внутриутробного развития. Затем его концентрация сходит на нет. Ученые до сих пор не имеют точных данных о всех эффектах факторов роста фиброблата. Но то, что совершенно очевидно, то это его способность к невероятно сильному восстановлению тканей и естественных функций организма. Ламинин содержит натуральные, синергические, то есть взаимоусиливающие вещества, по сути, являются концентрированными в сбалансированном питании. Конечно, это в первую очередь аминокислоты. Начали говорить о продукте омега-3. Омега-3. Ламинин омега. В состав продукта омега-3 входят жирные кислоты трех классов. Это омега-3, омега-6 и омега-9. Также криензин Ку-10, витамин Ка-2 и экстракт из куриного яйца. То есть основой продукта омега являются полиненасыщенные жирные кислоты. Омега-3 это отдельная группа жирных, полиненасыщенных кислот, которые не производятся в организме человека. То есть мы не можем абсолютно ни одной молекулы производить. Он должен поступать только извне. Только с продуктами питания или с продуктами дополнительного приема. в случае возникновения дефицита в этом продукте у человека наступают физиологические нарушения и некоторые биохимические изменения. К этому классу относят две кислоты с труднопроизносимыми названиями. Я думаю, не буду их произносить, вы прочитаете, все равно их мы не запомним. Классу омега-6 относится только одна кислота, название простое, линолевая кислота. Какими же позитивными эффектами обладают эти полинасищенные жирные кислоты? Конечно, в первую очередь нормализация обмена калестерина и сбалансирование уровня глицерина. Так называемая нормализация липидного статуса человека. Липид жир по-латински. Все мы хотели сдавать кровь и смотрели, вот здесь огорчались огорчались, что у нас высокий уровень холестерина, три глицерина мало или много. Вот это все называется липидный профиль. Так вот, прием амиги позволяет нормализовать липидный профиль. Я попутно сразу хочу остановиться на некоторых лекарственных веществах, которые предлагаются людям с гиперхолестериномией, с высоким уровнем холестерина, с нарушением липидного профиля. Не называя ни один продукт, чтобы не нарушать законы о конкуренции, скажу, что вся эта группа называется статины. вот если человек начал принимать статины, он должен принимать их всю жизнь, что называется до последнего звука. Но после как правило месячного приема этих препаратов люди начинают сжаловаться, почему-то начинают побаливать печень, почему-то печень увеличивается, то есть у него есть гепатоксический эффект. Представьте, что вы будете принимать 15-20 лет и будет ли от него эффект или нет, но то, что вы получите заболевание печени однозначно будет. Прием омеги позволит вам уйти от токсического воздействия этих групп препаратов и не обязательно лепидный профиль. Я специально об этом сейчас пока говорю достаточно подробно, потому что это проблема из проблем и она через каждого человека существует. повышается темпы обмена веществ. Достаточно много из фактов, когда люди принимают омегу и худеют. Действительно увесиливается обмен веществ, идет сгородие жиров, человек худеет. Нормализуется чувствительность к инсулину ткани человека. Это тоже факт. Факт, с которым люди делятся в своих сообщениях в почте, в звонках изменяются, улучшаются так называемые гриологические сверства крови. То есть мязкость, текучесть, кровь становится более жидкая, она меньше подвержена тромбообразованию. То есть те эффекты, которые возникают, которые достигают человек, принимая аспирин. Аспирин достаточно агрессивное вещество. Если его принимать на голодный желудок, можно получить язву. Поэтому пишут, что надо принимать после при его пище, лучше запивать молоком и так далее. Здесь принимают только одну-две капсулы одного продукта, видите, насколько эффектов можем иметь. Уменьшается риск тромбообразов, тромбообразов, а следует за ним инфарктов и инсультов, созудистых коронарных заболеваний в сердце. Повышается общий тонус организма, выносливость, снижается аппетит, опять похудение. И очень важный фактор, что омега-3 жирные кислоты являются предшественниками особого рода веществ в организме, называемые простагландины. У простагландинов очень интересный эффект, они уменьшают чувствительность к боли и снижают воспаление. Поэтому то, что люди сообщают, что прием омеги, начинают принимать омегу, спина болела. Он понимал на неделю дьявол, спина не болит. На минимум может улучшать структуру хрящевой ткани, а омега, видите, вырабатывает простагландины, снимает воспаление и повышает порог болевой чувствительности. Способствия профилактики стресса, улучшают мозговую активность, поднимают настроение. Человеческий мозг состоит на 60% жировой ткани, которые сами нуждаются в поле насыщенных жирных кислотах этого класса. Улучшают состояние кожных покровов, потому что компоненты входит в состав клетчатки. ткани Почему повышается тунус? Потому что участвуют в процессах обмена веществ с выработкой энергии, причем без риска увеличения жировой массы целого человека. Ускоряется производство гормонов, в частности тестостерона, об этом должны задуматься мужчины, имеющие понижение или проблемы в паровой сфере. И появление тестостерона в определенных продукции позволит решить те вопросы, которые предлагают решить с помощью всевозможных препаратов рекламирования кутиниевых. Позвольте дальше не углубляться. В каких случаях можно принимать омегу? Я не буду это конкретное изобретение. Это расстройство функции центральной нервной системы. сопровождаем еще укушение функций памяти, интеллекта, переутомления, хроническая усталость. Это кроме профилактики, это реабилитация инсультов, инфарктов и всевозможных ангиопатий. Ангиопатия это пограничное состояние, это еще не болезнь, но предболезнь сосудов. Это переломы конечностей, беременность, заболевание эпидермиса, остеомиелит, то есть гнойное воспаление, микробное поражение костной ткани, язвы и погода. Исторические факты говорят о том, что эскимосы в Гренландии практически не знали, что такое артериальная гипертензия, они понятия не имеют, что такое атеросклероз, они умирали от других ключей, но этот факт был замечен, и когда ученые исследовали этот факт, оказалось, что основной фактор, определяющий здоровье эскимосов в этой сфере, конечно, это были омега-3 и омега-6, полинасыщенные жирные кислоты, которые содержались в жире рыб холодных морей, которые не имеют. Вы можете увидеть в литературе такое понятие витамин F. Витамин F это есть не что иное, как омега-3, омега-6 и омега-9. Фондекс полинасыщенной жирной кислоты. Я это специально говорю, чтобы у вас не было не искали потом спалочников. Что в литературе витамин F? Это вот это. Кроме того, и омега-6, и омега-3 полинасыщенные жирные кислоты являются предшественниками целого класса биологически активных веществ, называются ликотриены. Ликотриены препятствуют развитию атосклероза, обладают кардиопротектором, защищают сердце и антиаритмическим действием. То есть тахикардия, учащенное сердцебиение, экстрасистолия, внезапное появление неочередных сокращений, другие виды нарушений ритма работы сердца контролируют ликотриены. Они спокойно образуются изомеги, тем самым мы можем проводить и компенсацию этих состояний, и профилактику аритмии. Какова же суточная норма потребления этих веществ? В зависимости от состояния человека физиологического пола, они разнятся и примерно составляют по омега-6 кислотам 5-8% от калорийно суточного рациона, что в граммах 0,8-1 там из 6-10 грамм. А омега-6 от 8 до 10 грамм. Омега-3 было, я немного перепутал. Омега-3 0,8-1,6 а омега-6 8-10 грамм суточного. Причем соотношение очень важное, это соотношение сбалансированного продукции. Как 5 к 1 от 5 к 1 до 10 к 1 то есть на 5 молекул 6 кислот должно приходиться 1 молекула омега-3 или 10 к 1. Насколько это важна проблема? Нужно ли это вообще людям? Статистика показывает исследование что по усредненным данным среднероссийские жители в 80% случаев то есть 80% населения не дополучают хронически не дополучают омегу. Причем и 3 и 6 и 9. Вторая сторона проблемы состоит в том что омега-3 не дополучают. мы все это компенсируем другими жирами насыщенными жирами это свинина говядина и так далее а вот рыбы едим мало поэтому компенсировать недостаток омега-3 омега-6 омега-9 этом продукте это то что надо я скажу что этот продукт абсолютно вовремя появился на рынке если бы еще раньше появился возможно было бы много случаев много мощный профилактический эффект и многие люди не пострадали бы от заболеваний сердечно-сосудистой системы омега-9 омега-9 это 4 кислоты Т-руковая гандаиновая элладиновая и нервоновая это собирательное понятие омега-9 4 кислоты что же делают эти омега-9 жирные кислоты также участвуют в регулировании концентрации холестерина также профилактируют заболевания сердечно-сосудистой системы также вместе с аминокислотами полиношечными жирными кислотами 3 и 6 регулируют в лучшую сторону уровень глюкозы в пенической крови укрепляют иммунную систему оказывают противовоспалительное действие и снижают риск возникновения онкологических заболеваний вот если подвести краткий итог вот все эти омеги 3, 6 и 9 бьют в одну точку но одновременно тем не менее имеют некоторое отличие и их вот биологический спектр достаточно широкий и то что нужно в современном человеку вот в современном кусту все выслушать очень интересное вещество которое входит в состав омеги это коэнзим кудит все мы знаем что есть такое понятие фермент в немецкоязычном варианте называется ферментум в латинском варианте а в англоязычном он называется энзим омега фермент энзим поэтому написано коэнзим фермент сам по себе был очень активный молекул его задача ускорять скорость химических реакций в организме в сотни тысяч и миллионы раз но сам фермент обязательно должен состоять из белковой части и как бы приставочки такой коферментные группы видите кофермент называется коэнзим кудит коэнзим кудит он участник построения полноценных ферментов растворяется он в жиру в жиростворимый по другому называется убихинон какая основная его задача основная задача коэнзим кудит участвовать в выработке клеткой энергии у нас энергетические станции клетки называются митохондрии вот именно точка приложения работы коэнзим кудит там кроме того кофермент кудит является антиоксидантом антиоксидантная тема для людей которые давно интересуются продуктами для здоровья известно мы бета-каротин и так далее и так далее я буквально просто поясню что такое антиоксидантный эффект когда повреждается какая-то молекула в организме человека от нее отлетает какой-то орбит электрон вот в таком состоянии эта молекула называется свободный радикал это чрезвычайно активная молекула агрессивная и для того чтобы восстановиться она готова забрать отнять этот электрон от любой другой клетки неважно с клеточной стенкой с другой структуры тем самым повреждает клетку или вызывает старение гибель или перерождение недаром за антиоксидантный эффект они получили Нобелевскую премию так вот кофермен Ку-10 Каэзин Ку-10 говорит пожалуйста я тебе даю свой электрон восстанавливайся и не трогай здоровые клетки вот так по простому можно объяснить антиоксидантный эффект Каэзин Ку-10 нужен для функционирования нормального функционирования всех живых организмов а особенно в ткани с высоким энергетическим обменом но это понятно сердце и печень два великих труженика сердце понятно что делает печень это наша биохимическая огромная лаборатория это завод по утилизации всех токсинов ненужных веществ логики других веществ и они работают конечно как бы как вы сказали не покладая рук если бы не были существует мнение что при старении человек у человека снижается концентрация Каэзин Ку-10 и исследования по концентрации в 50 возраст это подтверждает максимум концентрации Каэзин к 20 годам вот сейчас униокардия сердечная мышца к 40 годам содержание Каэзин падает на 30% а к 60 годам на половине на 50% отсюда постановится понятно в каком возрасте надо понимать начинать принимать Каэзин Ку-10 и какие возрастные группы для нас являются приоритетными по работе с этим продуктом кроме того снижение концентрации Каэзин Ку-10 происходит при заболевании о том мы с вами уже говорили в частности атеросклерозе вспомним о действии алюминина на сосуды приплюсуем к нему действия аэбиэгина и получим замечательный эффект мультипликативный синергический взаимоусиливающий это болезнь Паркинсона это болезнь Альцгеймера старческое слабое вызывает и человек вообще превращается ну просто в биологический обед теряет человеческую сущность коэффициент дефицит коэнзима Ку-10 может воззревать при гипертилиозе то есть при заболевании щитовидной железы что в народе называется щитовидка при повышенной функции щитовидной железы при гепатит сейчас их величайшая множество гепатитов гепатиты Б гепатит С и так далее токсические гепатиты алкогольные гепатиты молодежь через одного по-моему имеет гепатит токсический потому что пьет пиво непонятного качества в непомерных количествах баронхиальная астма достаточно тяжелого заболевания тоже сопровождается дефицитом коэнзима Ку-10 поэтому в комплексной терапии если человек принимает препараты которые назначил его врач при добавлении омеги мы вправе рассчитывать и он будет на положительный эффект при таких заболеваниях как сердечная недостаточность ишемическая болезнь сердца это стенокардия восстановительный период после инфаркта после инфаркта кардиосклероз то есть когда на месте омертвения мышцы участка мышцы будет возникать грудцово-сердитка артериальная гипертония кардиомиепатия и так далее и так далее почему при сердечных заболеваниях потому что прием кофермента КУ-10 будет однозначно восстанавливать нормальные размеры сердца и сократить луфрукцию уменьшить тяжесть сердечной недостаточности вот такое замечательное замечательное вещество входит в состав омеги витамин К2 он тоже входит в состав препарата я коротко о нем поговорю скажу что в 29 году он был открыт и назывался он как антигеморрагический витамин то есть витамин препятствующий кровотечения называющих свертывания это тоже процесс который нужен человеку и до 97 года ученые знали он состоит из двух компонентов К1 и К2 причем компонента К1 филохинона в 10 раз больше чем витамина К2 менохинона который образуется бактериами в кишечнике человека ну так как в 10 раз было больше первого витамина отдали по олимпиодству ему а на К2 не обращали внимания и только в 99 году когда начали заново все пересматривать заново изучать оказалось что свертывающий эффект вызывает не витамин К1 а К2 именно он определяет его эффекты по сути сейчас надо рассматривать витамин К как им два новых витамина К1 и К2 как два разных витамина пищевая промышленность по руководству медицины старалась как можно больше вынести витамин К2 он никакого значения не имеет К1 сохранить из продуктов содержащих его надо учить что это жиростворимая фракция это мясо это птица молочные продукты обезжительные это было был лозунг годов когда вас призывали и сейчас призывали к еще обезжиренной малокалорийной и так далее ну создаются с водой выплеснули ребенка что же кроме первого эффекта какой же эффект витамин К2 имеет оказывается витамин К2 имеет совместность витамином Д С и А решающее значение по сравнению костной ткани а именно в процессах предупреждения формирования остеопороза это проблемы современного мира современных людей особенно женщин в периоде менопаузы когда кальция начинается вымываться из костей костанутся пористой хрупкой возникают переломы в том числе тяжелейшие переломы или переломы шейки бедра в пожилом возрасте это разнозначно приговора получить такой перелом за счет чего за счет витамин К2 активизирует работу такого ДЛК как остеокальцин именно остеокальцин переводит кальция в другие формы именно остеокальцин участвует в работе совместных естественных сфакторов фибробластов на работе клеток формирующую кость остеокластов у нас в организме есть две группы клеток остеокласты которые постоянно разрушают кость и остеокласты и остеокласты которые постоянно строят нет постоянного обновления костной ткани так вот работа остеокластов вообще немыслимо без этого белка остеокальцина который формируется синтезируется и работает под руководством витамина К2 Таким образом, учитывая, что витамин К является антиоксидантом и антидотом против некоторых ядов, а каких ядов? Афлотоксин. Очень часто содержится во всевозможных орехах, особенно во всяких батончиков. Тоже не буду называть маркетинг батончиков. Я своим студентам уже много лет, читая лекции, говорю, молодые мои мамы и папы, пожалуйста, не покупайте вот эти орехи и батончики, особенно своим детям. Там есть афлотоксин, который накапливается в репродуктивных орденах, в яичниках, в яичках у мальчика, в яичниках у девочек и может вызвать первичное мужское и женское бесплодие со временем. Вся трагедия состоит в том, что афлотоксин имбудает яд, это яд кумулятивного, накопительного действия. Так вот, антитоксический эффект витамина К2 в отношении яда тоже определен. Я закончил свой краткий обзор по нашим продуктам. Буквально, пока вы пишите вопросы, я приведу некоторые результаты. Приведу некоторые результаты применения наших продуктов. Ну, что касается, вот о чем мы говорили, нормализации артериального давления, профилактики сосудистых катастроф, головной мозги или восстановления людей после сосудистых катастроф, я об этом вам расскажу. Женщина, которая имеет достаточно возраст приличный, позвольте мне называть возраст, фамилия этой женщины, вот всякая мебель, это реальные люди, это невыдуманные люди, абсолютно. Я ее знаю очень давно. Как-то я позвонил ей, говорю, Тамара, ну как ты себя чувствуешь? Говорю, ой, не могу, мне так плохо, у меня давление, врача вызвало, он померил, а давление за 230. Он посмотрел, говорит, нет, наверное, тонометр неисправный, потому что при таком давлении не живут, у вас же нижнее давление 180, а верхнее 230. Женщина принесла в свое время инфаркт и инсульт, и, в общем-то, еле-еле-еле поздно. Принимает она ламинин 8 месяцев. Финансы не позволяют принимать по той рекомендованной схеме, она принимает по капсулке 2 раза в день, и тем не менее имеет эффект. Какой? Артериальное давление сейчас, верхнее, не поднимается выше 160, а нижнее не выше 100. То есть диагностолический размах в 60 мм обеспечивает ей нормальную работу. Она чувствует себя прекрасно. И бы это хорошо. Почему? Потому что если мы резко снизим давление, то можем получить инсульт. Поэтому на своем личном опыте знаю, что работая с гипертониками, если есть гипертонический криз, никогда не нужно быстро приводить давление в физиологическую норму. Можно получить большие неприятности. Мягко снизила она их, чувствует прекрасно, живет в деревне. Десять соток огорода. Сама посадила картошку, сама перекопала, сама выкопала. Довольно. Сейчас поехала по своим делам проведать маму. Начинала сердечная стаж, отек рук. Кольцо не наградить. Меня звонит и говорит, а у меня кольцо сваливается из пальца. Видите, восстановилась сердечная деятельность, восстановилась работа сердца, снилось давление, восстановился отток лимфы, отек в твадях прекратился, и человек чувствует себя прекрасно. Очень интересные результаты по бонхиолазме. Тяжелые заболевания, достаточно распространенные. достаточно распространенные. Это заболевание купируется бонхолитиками, там море всего. Женщина, ей 60 лет, тяжелейшая бронхиальная астма, 6-8 раз сурбутамол, практически на верхних границах суточную дозу она принимала, 3 раза в день сама себя колола ухлевин, таблеточку во рту 1 раз в день рассасывала гормона, пренезолона. Ну и, когда мы с ней начали разговаривать, я говорю, наверное, я брошу работать. У нее сегодня большой частный бизнес, достаточно успешный. Говорит, ну не могу, это тяжело будет. Начала принимать ламинин, и сейчас она включила омегу. Какие результаты? Вот у нас говорила, по совершению, вчера я взял по телефону, она говорит, в общем-то, если ламинин будет стоить в 100 раз дороже, я все равно его буду покупать. Если омега будет столько же стоить, я продам дом, но буду покупать, потому что я ожила, я задышала. Много лет я не выпускал ибиротексу, ибутамол из своего кармана. Сейчас я практически, если один раз в день, возможно, и то не всегда, и тогда погода меняется, сыра там, или пылью надышалась, может быть, небольшое затруднение дыхания, бронхоспазм. Я практически прекратила колоть себе иуфилин, и практически прекратила рассасывать при низовом. Но я сказал, что по низовом потеконечку отказывалась постепенно, потому что те, кто принимает гормоны, у них может возникать такой синдром отмены. Отменили, и тут же сразу будет обострение. У нее на плече было образование, которое не было злокачественным, но это была яза, склонная к озлокачествлению. В онкоцентре, я говорю, надо удалить, пятое-десятое, она все тянула, не до этого. Как у вас? Она говорит, у меня ничего сейчас нету. Она потихонечку затянула, 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 затянула. Сейчас покрылась нормальным эпителем, и прекрасно. Меня, говорит, это не беспокоит. Очень болела правая рука, рука не поднималась. У нее было плечо-лопаточный пиатрит, так называемое, воспаление, нервного сплетения вокруг этого плеча. Сейчас спокойно поднимает руку, забыла про это дело. Это действие паскарбандинов, это действие омеги, это действие ламинина. Факт роста фигурации. Ну, муж у нее, как когда я первый раз увидел, конечно, был поражен. Многое, что я видел в медицине, но такого псориаза я не видел давно. Человек обсыпан элементом с головы до ног. Причем, голова это сплошная корка из псориатических бляшек. естественно, зуд, человек не спит, всю ночь чешется, лопаются чешуйки, кровоточек, ну, не жизнь, а ад. Начал принимать ламинин. Кроме того, у нас народ пытливый, она растворила ламинин в воде и начала спонжем вот этим вот, косметическим, потихонечку промакивать ему эти элементы. Что мы сейчас имеем? Он принимает ламинин в течение двух месяцев. Голова чистая, элементы на теле начали уменьшаться, осыпаться, некоторые вообще покрылись розовой кожей новой, а некоторые еще существуют, но значительно меньше в объемах. Если он будет продолжать также поднимать препарат, я рекомендовал добавить омегу, то я думаю, что этот человек будет все в порядке. Позвольте на ваших вопрос отвечать. По приему ламинина и омеге. Во время еды, до еды, после еды или вместо еды? Ну да. Такие элементарные вопросы. Они указаны везде, поэтому я на них время долго тратить не буду. Расскажу так. Вот все продукты наши надо принимать так, чтобы они всасывались вместе с едой. В зоне всасывания они попадали вместе с едой, когда активно идут процессы всасывания из кишечника. В этом случае биологическая доступность будет очень и очень высока. Вы до еды приняли ламинин, он пока пройдет 30-40 минут, он будет в желудке, потом пойдет 12-перстную кишку и пойдет в тонкий кишечник. Вы повели, за ним пошел пищевой комок и они будут по идее всасываться практически одновременно. Омегу надо принимать всегда во времени. Разница продуктов и пробиотиков. пробиотиков она идет. Куда вы бежали? Привы провести основательный анализ приема наших препаратов и пробиотиков. Абсолютно не конкретно, потому что эти препараты абсолютно разного биологического действия. Пробиотики это препараты из живых микробных клеток. У них совершенно другая задача. У них задача коррекция микрофлоры кишечника. Это небольшой дегестивный эффект, участие в пищеварении. Некоторые могут выказывать детоксикационный эффект и нормализовать тип пищеварения в кишечнике сгнилость, но набродильный. Что главное бывает. Разные задачи у этих продуктов, поэтому сравнить их смысла никакого. Капсула сколько штук в день омеги, если отклоняешься от системы. Что касается приема и количества капсул. На что нужно ориентироваться? Первое. Если у вас проблемы с липидным профилем крови, надо пойти сдать анализ, посмотреть ваш истинный липидный профиль крови. Какой у вас холестерин. Вот вчера была презентация, дамы пишут, общий холестерин 8,7 но почти в 2 раза выше нормы. Здесь одной капсулы не обойдете. возможно придется принять 2, а то и 3 если у вас состояние ваше общее, предположим ваша ишемическая болезнь, часто жмет за грудины и так далее, вы конечно не должны прекратить прием препаратов сосудорасширяющих, может быть даже нитрапецилин, который вы принимаете, добавляете омегу. Почему? Потому что если у вас есть ишемическая болезнь сердца, есть боль за грудины, по крайней мере в той днюю степень нарушен натуральный приток по коронарным сосудам к миокарду с вашим сердцем. Пока мы получим эффект от ламинина и омеги, здесь сидите на тех препаратов, которые пока обеспечивают вам ваше здоровье. Затем с появлением эффектов от ламинина и омеги, очистки сосудов, появление новой сосудистой, дополнение новой сосудистой сети вместо, вы потихонечку традиционные препараты, которые были, будете уменьшать. Никогда ничего не бросайте сразу. Почему? Потому что эффект не моментальный, он требует определенного времени, выждите этот эффект. Кто принимал препараты, знаю, надо немного подождать. Потому что болезнь мы копили ни один год, и за два дня мы от них не избавимся. мужчина щитовидная железа. По какой причине я не знаю, возможно, у него была онкология. Скорее всего, когда у него щитовидная железа, это онкологическое заболевание. Если это онкология, это одно дело, если гипертилиоз, это другое дело. Поэтому пока я уточнение не получу, я не могу это и получить. Давайте два слова по в воде. Раз... Пить воду. Что? Относится к Елене. Или она больше пить воду. Я поняла, что это беременная относится. Беременная вы сказали, что не нужно. Ну, куда же больше пить воды? У него отеки это. Соль надо меньше есть. Соль задерживает воду в организме. Что касается воды, вот напомнили, да? Елена напишет воду пью два литра. Уменьшите. Так, ну, у каждого свое мнение. Я базируюсь на результатах, которые получили люди. Что касается воды. Разные точки зрения были от 35 до 50 миллилитров рекламного веса. Современная точка диетологов стоит в том, надо пить воду тогда, когда хочешь. Нижняя граница приема воды два литра. Чистой воды, натуральной воды, где той жидкости, которую он получает с соками, с пивом, с супом, с чаем, а именно водой. Какая вода, такие отеки, там, проблемы, нагрузки на почки? Ну, естественно, естественно, но вы нагрузку-то не усугубляете. Второй раз задает вопрос по волчанке. Системная красная волчанка – это аутоиммунные заболевания, когда свои антитела атакуют свои же клетки. У меня нет результата по волчанке, это редкое заболевание, но судя по механизму действия ламинина, можно предположить, что системная красная волчанка – это аутоиммунные заболевания, когда свои же антитела атакуют клетки соединительной ткани. Так как факт рост и фибромаз дирижер в том числе и клеток и цветной ткани, эффект должен быть. Ламинин не повышает уровень тестостерона, вы невнимательно слушаете, уровень тестостерона повышает амбега. Сахарный диабет Сахарный диабет какого типа? Он бывает первого-второго типа, инсулинозависимый или неинсулинозависимый сахарный диабет. То есть, когда человек принимает инсулин, водит я думаю наверное это сахарный диабет второго типа, сейчас немного распространенный у людей пожилого возраста, у людей в возрасте. Что могу сказать? Сахарный диабет ну вот интерес какого вас веса. Сахарный диабет очень часто связан с жировой дистафии печени. То есть, то, что в народе называется ожирение печени. Принимайте ламинин и больше всего омегу с ламинином. Вы уберете жировой дистрофией печени. Как вы только восстановите функцию печени, у вас сахар сам упадет. А ламинин обеспечивает, открывает при сахарном диабете второго типа вороты глюкозы в клетку. Диабет второго типа почему возникает? Сахар в крови как глюкоза в крови ее много достаточно. За счет жирового гипотоза эта глюкоза не может превращаться в гликоген в печени и болтается в периодической крови. В клетку она попасть не может. Ламинин откроет им дорогу в клетку, она там утилизируется и сгорит и не превратится в недокисленные продукты в кетон, ацетон, который превращается в периодичную кровь. В каком количестве принимать начните с одной капсулы два раза в день через недельку перейдить на две. А омегу можно принимать сразу по две капсулы два раза в день. Если у вас есть жировой гипотоз, может три раза в день прийдить капсулы. Если принимать начните с одной капсулы два раза в день через недельку перейдить на две. А омегу можно принимать сразу по две капсулы два раза в день. Если у вас есть жировой гепартос может три раза веками капсулы подняли. Почему именно из куриного яйца вытекается более подкоррепчиво с организма? Из куриного яйца, ну от кого же еще, из человеческого бриона получать фибробласт? Ну это аморально, это делать нельзя, это запрещено. Куриное яйцо это прекрасный объект, на нем вирусологи работают тысячу лет, сколько вирусы знают, и просто взят чисто технологически. Куриное яйцо это прекрасный объект, на нем вирусологи работают тысячу лет, сколько вирусы знают, и просто взят чисто технологически. Просимикл уже два года отекшая левая рука и частично неуправляема, при этом нет, с августа перешла на изменения, на обе, изменений нет. Время мало прошло. Будет ли эффективен препарат при лечении рассеянного склероза? Спасибо за вопрос. Чрезвычайно тяжелая ситуация, рассеянный склероз. До последнего времени не знали, в общем-то, причину для лечения рассеянного склероза, когда постепенно-постепенно погибает клетки головного мозга, и человек, в общем-то, в тяжелое состояние попадает. Сейчас установлено, практически установлено, что причиной рассеянного склероза является, так сказать, приемная инфекция. Если принимать ламинин, ламинин при рассеянном склерозе, эффект будет однозначный. Но прием будет долгий, может быть, месяцев 8. Продолжение следует. В стационаре после обширного инсульта, не пишут такой геннолитический или шимический, речь нарушена, левосторонняя геннепорез, то есть не работает левая рука. Ламининами. Вот мне бы еще было интересно, очень было бы подспорить, как давно это произошло. Прошел ли, а, ну отлежав он в стационаре, значит, острый период и прошел. Остый период после инсульта прошел. Начните с ламинина и параллельного приема омеги. Ламинин и омега по одной капсуле два раза в день в течение недели-двух. Затем увеличьте омегу до двух капсул. С четвертой недели добавьте до двух капсул ламинин. Почему? Потому что надо восстановить сосудистое русло, надо восстановить обмен веществ в головном мозге. Не ждите быстрых результатов. Месяца два-три на это у вас уйдет однозначно. Елена Синякова говорит, пила ламинина полгода, были без, у кого нет изменений при пиве ламинина, повышайте дозу. Это то, о чем мы с вами говорим. Таз Байкану 21-й выписано, но, конечно, остальное переключение. Следующая ситуация мигрен. Вообще нет средств специфического лечения. Вообще, уже есть такие исследования, достаточно современные, считают, что мигрень это митохондриальная болезнь. То есть страдают митохондрией, вот эти энергетические станции в наших клеточках, в том числе и в клетках головного мозга. Поэтому возникает головная боль. Вам прямая дорога, коллеги, там коэнзин Q10, это препарат, который работает именно по митохондрии. КОНЕЦ! 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 КОНЕЦ!